Доброе утро, дорогие друзья! Наконец-то этот день настал! Выходной! Выходной это время, когда можно просто расслабиться утром, проснуться не спеша, выйти на кухню и начать готовить завтра. Сергей, доброе утро! Доброе утро, Кирилл! Чем сегодня будем радовать, что будем сегодня готовить? Поразуй меня! Сегодня приготовим итальянское ризотто. Итальянское ризотто? Так! Ризотто, оно вообще итальянское. Будем его готовить с креветками, с сельдереем, с луком-пореем, с добавлением чеснока, сливок, пармезан, ну и постепенно все ингредиенты добавим. Рис, арборео, специальный именно для этого блюда. Отлично! Без лишних слов, по кофе и начнем готовить. Доброе утро! С чего начнем? С чего начнем? Давай. Я порежу овощи. Нарезать нам надо все меленьким кубичком. Сегодня уникальная программа. Сегодня вроде даже Сергей готовит. Вроде бы как бы и я, вроде ничем не занят. А перекусить нечем. Ладно, подожду, когда ризотто будет готово. Порей вдруг кто-то не знает. Это такой лук. Ну не поесть, ну хотя бы, знаете, ну хотя бы понюхать. Чеснок. Чуть-чуть давим. Так. Спокойно как бы у нас есть. Включаем плиту. Так, вадим чеснок. Чеснок нам нужен, чтобы он просто придал вкус. И добавляем свежую, свежую зелень тимьян. То есть рис прямо на сухую сковородку? Моего немножко обжариваем. Зачем? Чтоб он был более такой упругий. Был более упругий рис в инсистенции, чтобы у меня было. То есть мы сейчас это все немножко обжариваем. Потом добавляем бульон. Постепенно. Можно ли сказать, что это классический рецепт в приготовлении ризотто? То есть обжарить рис вместе с овощами, чесноком и травами. И потом только сюда долить жидкости. Да. И доливаем жидкость обязательно постепенно. Немного обжарили. И добавляем постепенно бульон. Стоят прекрасные ароматы в нашей студии. И посетители, которые смотрят через стекло на нашу программу, как мы ее снимаем, уже готовы есть. Сергей, что у нас здесь такое янтарное? Здесь, Кирилл, белое вино. Все пасты итальянские любят. Вообще вино. Да? Да. Я, походу, иногда итальянская паста по выходным, потому что тоже люблю нет-нет, да и выпить вина. Друзья, мы на самом деле против употребления алкоголя, но мы готовим, поэтому добавляем немного вина. Твое здоровье, ризотто. По традиции соль и перец вы добавляете по собственному вкусу, а мы по собственному. Что продолжаем делать? Нам нужно обжарить креветочки. Включаем плиту. Пару креветочек мы оставим целые. А парочку порежем? Парочку порежем вовнутрь. Так, давай тарелку. У нас все готово, пришло время украшать. Давайте пробовать. Экспериментируйте дома, готовьте по нашему рецепту. Это делается быстро, просто, а главное, очень вкусно. Всем приятного аппетита. Легкого утра и доброго дня. Рецепт смотрите под видео.